Привет! Как дела? Сегодня я начинаю серию рассказов о городах северо-восточной Англии, в которых мы побывали с моей подругой Ириной в феврале 2019 года. Итак, за 4 дня мы посетили 4 английских города. Это Миддлсброу, Даром, Сандерленд и Нью-Кассел. И сегодня рассказ про первый наш город под названием Миддлсброу. Город Миддлсброу запомнился мне самым огромным транспортным мостом в мире, интересной необычной скульптурой и бесплатным обедом в городском музее. Итак, обо всем по порядку. Так как в путешествии мы ехали вместе с подругой, билеты мы бронировали отдельно друг от друга, но отели снимали вместе, поэтому какой-то отель снимала она в одном городе, за другой отель платила я, а билеты на транспорт мы покупали сами себе. И первый наш маршрут был путь от Лондона до города Миддлсброу. Мы сели в автобус Мегабас на станции Виктория Коуч Стейшн в Лондоне в 11.45 ночи, и всю ночь ехали до Северного Йоркшира. В 6 утра мы прибыли в город Миддлсброу. Билет в один конец стоил 13 фунтов. Точно так же этим же маршрутом в мае 2019 года я ездила одна в два приморских городка Северного Йоркшира, Витсби и Скарборо, о которых я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И вот в 6 утра мы прибыли в Миддлсброу на автобусную станцию. Туалеты все были закрыты, и мы не знали, что делать, потому что когда путь долгий, а ехали мы 6,5 часов, негде было сходить в туалет, и на автобусной станции он тоже был закрыт, и мы пошли искать его по городу. Дошли до железнодорожного вокзала, и именно там нашли туалет, почистили зубы, накрасились, привели себя в порядок и пошли гулять по городу. Миддлсброу – это крупный промышленный город, расположенный на северо-востоке Англии в графстве Северный Йоркшир, на южном берегу реки Тис. Существует две версии происхождения названия города. Первая версия гласит о том, что в ранних упоминаниях встречается форма названия Миддлсбург. На староанглийском «бург» означалось «крепость» или «форт», а «мюдл» возможно было чьим-то именем. Значит, дословно выходила «крепость» или «форт» Мюддла. Вторая версия названия города Миддлсброу произошло от слияния двух слов. «Миддл», то есть середина, и «бороу», означающее район. То есть район Миддлсбору, который находится между двумя крупными городами Даром и Витсби. Кстати, именно поэтому, так как мы привыкли, что все города в Англии, оканчивающиеся на «бороу», изначально мы называли город Миддлсбору. А потом уже увидели или, может быть, услышали среди англичан, что они говорят «Миддлсброу». И подумали, что-то не то. И посмотрели слово. Название этого города было почему-то без первой буквы «о» в слове «бороу». Поэтому, если вы поедете в этот город, произносите название правильно. Миддлсбро. Причем «бро» практически не произносится. Миддлсбро. Вот так они, англичане, как всегда, бросают окончание на ветер. И попробуй пойми, о чем идет речь. До 1800 года этот район был сельскохозяйственным. К 1830 году здесь начали развиваться новый город и порт, движимые угольной промышленностью, а затем металлургическими заводами. Производство стали и судостроения началось в конце 1800-х годов. И оставались связанными с городом до тех пор, пока в конце XX века не наступил постиндустриальный упадок. Торговли, особенно через порты и сектора цифровых предприятий, в настоящее время вносят свой вклад в местную экономику. Здесь также находится университет Тиссайда. Тиссайд переводится как «сторона реки», которая называется Тис. В начале XX века, в 1911 году, в Миддлсбро был построен один из самых крупных транспортных мостов в мире под названием Тис Бридж. Он соединяет непосредственно сам город с портом под названием Кларенс. Его длина 260, а высота 69 метров. На данный момент он является одной из действующих переправ Великобритании. Во время Второй мировой войны Миддлсбро был первым крупным городом, подвершимся бомбардировке немецких самолетов 25 мая 1940 года. За время войны здесь было разрушено более 200 зданий. Кроме того, были снесены дома архитектуры начала и середины викторианской эпохи, а также перестроен центр города. Тяжелая промышленность была перенесена на другие земельные участки, и Миддлсбро начал приобретать совершенно иной вид. Сейчас в городе есть большой сталелитейный завод, химические предприятия, объекты судостроения и металлургический завод. Максимальный уровень населения был достигнут в 60-х годах прошлого века, когда в городе проживало почти 165 тысяч человек. Однако с конца 80-х начал наблюдаться упадок. Впрочем, сейчас численность населения в городе растет. Если в 2001 в Миддлсбро проживало 134 тысячи человек, то сейчас уже почти 140 тысяч. Тем не менее, в 2007 году Миддлсбро был назван самым неблагоприятным для жизни городом Великобритании. Основными факторами выбора являлись высокий уровень преступности, четвертое место среди самых криминальных городов Англии, отсутствие условий получения качественного образования, малый уровень дохода населения и низкий уровень здоровья жителей города. Приехав рано утром в город, мы первым делом направились в отель, чтобы скинуть сумки. И так как отель был достаточно далеко от центра, мы шли туда, наверное, около 40 минут. Там зарегистрировались, подруга оплатила этот отель, честно говоря, я не помню во сколько он нам обошелся, около 30 фунтов, наверное. Следующий отель, естественно, оплачивала уже я. И скинув сумки, мы направились в центр города изучать архитектуру и достопримечательности Миддлсбро. Мы нашли местный музей, зашли, порассматривали различные экспонаты, почитали, даже какой-то фильм посмотрели. Немножечко, я помню, даже вздремнула в зале, где показывали. Ну, так как в автобусе не очень-то ночью спалось хорошо, поэтому, видимо, там меня разморило, и я немножечко прикорнула. Ну, так как мы никуда не торопились, могли себе позволить немножечко поспать в местном музее. Также там выставлено было огромное количество экспонатов, и мы решили там пофотографироваться с такими приколами. То я у кого-то там из чемодана ворую вещи, то какая-то свинка надо мной висит, и я пугаюсь ее. Потом есть такие интерактивные штуки во многих английских музеях, когда можно нарядиться в предложенные костюмы какой-либо эпохи или какого-либо времени и пофотографироваться в них. Ну, так как я не влезла в костюмы Робин Гуда или местного охотника, я его просто приложила к себе, надела шляпу и сфотографировалась. Ну, в общем, развлекались, времени было предостаточно, поэтому мы долго ходили по музею, около часа, наверное. Затем мы отправились в центр города, посмотрели университет, местные здания, архитектуру этих зданий. Естественно, меня всегда привлекает архитектура, и мост, который маячил на горизонте города, такая огромная синяя металлическая конструкция привлекла мое внимание, и я сказала подруге, давай сходим туда. Но прежде чем мы поняли, что у нас есть время и отправились к этому мосту, мы решили зайти в музей современного искусства под названием Мима. И там проходил какой-то обед, и нам досталась бесплатная еда. Вот так вот бесплатно мы пообедали каким-то рисом и, по-моему, кари нам дали. Подруга подозревает, что это была какая-то церковная служба или что-то типа помощь бедным, может быть, какое-то открытие выставки, потому что на столах лежали буклетики, что через два дня там будет еще какое-то открытие выставки, и можно будет также пообедать бесплатно и прийти, послушать и посмотреть всю эту выставку. В общем, не знаем, на какой именно обед мы попали, но он был бесплатный. Нам прямо сходу только мы вошли, предложили отобедать, и мы, конечно же, пообедали. Очень было приятно покушать что-то горяченькое, так как в феврале еще прохладно. Но с погодой в этой поездке нам повезло, было достаточно солнечно. И прогулявшись по этому музею, в котором, кстати, находится вторая по значимости в Великобритании коллекция картин Пабло Пикассо. И после этого мы решили пойти к этому мосту. Он прямо тянул меня, примагничивал к себе. Ну, так как я люблю огромные гигантские металлические конструкции и вообще всю гигантскую архитектуру, естественно, я не могла просто так оставить его без внимания. Добираться туда пришлось через какие-то поля, какие-то индустриальные зоны. Ну, или мы не туда, а куда-то зашли. Нет прямой дороги к этому мосту, видимо, только автомагистрали ведут туда. Пешочком можно добраться по полю. Вот так по полю мы и шли. Дошли туда и видим, что машины заезжают на какую-то переправу. И эта конструкция на каких-то металлических штырях или проводах отрывает эту переправу с одного берега и везет некоторое количество машин на другой берег по вот этому верхнему металлическому мосту. В общем, для меня это была какая-то необычная такая конструкция огромных масштабов. Я это, естественно, все поснимала и вот показываю вам, как это работает в реале. Помимо этого, оказалось, что рядом с въездом на этот мост, в небольшой такой будочке, находится музей этого моста, куда мы зашли ознакомиться с историей данной конструкции, данной архитектуры. Там было огромное количество фотографий, каких-то экспонатов, и я взяла вот такой вот буклетик себе на память, потому что этот мост реально, наверное, единственное, что запомнилось мне из всего города Миддлсбро. Очень красивая конструкция, много различных фактов описана здесь, информация дана. И даже я прочитала, что здесь происходят какие-то экстремальные виды спорта под названием Upseils, Bungee Jumps и Zip Slides. Честно говоря, я только знаю Bungee, что означают другие слова. Если вы знаете эти экстремальные виды спорта, переводите, пишите в комментариях. Так, достаточно интересная конструкция, если кто-то увлекается этими экстремальными видами спорта, приезжайте в Миддлсбро. После этого мы другой какой-то дорогой вернулись, там уже, кстати, можно было пройти и не полями, вернулись через стадион под названием Riverside, который был построен недавно, в 1995 году, вместимость которого составляет 35100 человек. И есть потенциал расширить его до 42000. Это первый разработанный и построенный, как того требовал доклад Тейлора, стадион. И в то же время является самой большой новой ареной в Англии, начиная со Второй мировой войны. Затем мы еще немножечко погуляли по городу, пофотографировались на фоне здания суда. Там мы увидели интересную такую скульптуру. Как я поняла, мать держит двух детей за шкирки, которые между собой выясняют отношения и борются за что-то. Вот так вот было представлено судейство в виде скульптуры перед зданием суда. А вокруг галереи современного искусства под названием Мима, в которой мы обедали, расположено несколько интересных инсталляций. Бутылка, вкопанная в землю, какой-то фонтанчик. И также часть моста Тиз, разрисованная в пальмы и в какие-то джунгли. Ну, в общем, вот так вот нам запомнился этот город Миддлсбро. После того, как мы нагулялись по нему, мы отправились в отель. Там переночевали. Про отель ничего такого не могу сказать. Помню, что это была маленькая комнатка. Единственное, что я сфотографировала, это туалет. Потому что мне очень понравились стены в нем, кафель в виде космоса. Ну, я же люблю космос. Они были темно-синего цвета, с какими-то переливающимися крупинками. И на нем еще висело зеркало. Очень было красиво. Вот, видимо, для того, чтобы запомнить это, я и сфотографировала туалет. Ну, а комнатка была маленькая так, чтобы переночевать и поехать дальше. Следующий город нашего путешествия был даром, о котором я расскажу в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.